Конец эры пластиковой посуды. Сократить использование подобных изделий планирует Евросоюз. Какие привычные предметы могут полностью исчезнуть из-за обихода и когда это произойдет, знает Татьяна Лагунова. Одноразовые тарелки, стаканы, приборы и соломинки для питья. Вскоре все эти предметы из пластика могут исчезнуть из-за обихода, по крайней мере на территории Европейского Союза. Еврокомиссия планирует запретить их продажу, чтобы защитить от загрязнения окружающую среду. Свои предложения по борьбе с пластиковым мусором эксперты Еврокомиссии представят только завтра. На черный список изделий, которые они собираются запретить, уже просочился в СМИ. Кроме одноразовой посуды, в него попали пластиковые крепления для воздушных шаров и палочки, с помощью которых размешивают сахар в кофе. Набор не случайный. Эксперты провели исследование и выяснили, именно эти предметы люди чаще всего оставляют на пляжах. И потом они попадают в реки, моря и океаны. В качестве альтернативы Еврокомиссия предложит производителям запрещенных товаров использовать вместо пластика другие, менее вредные для природы материалы. Кроме того, Брюссель хочет ввести штрафы для стран Евросоюза за пластиковый мусор, который не пригоден для переработки и повторного использования. В среднем 80 центов за килограмм. Когда запрет на одноразовое пластиковое изделие может вступить в силу, пока сказать сложно, но скорее всего страны ЕС его одобрят. Ведь по данным экологов, каждую секунду в моря и океаны попадают 700 килограммов пластика. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер.